всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о зайцах что мы знаем о них и все дружно хором скажем все что он серенький трусишка что кушает морковку и косит на оба глаза что его леса постоянно заставляет съезжать жилплощади да и вообще обижают его все кому не лень и все бы ничего да только все это наши любимые сказки которые мы слушали от наших мам пап бабушек и дедушек но время идет мы растем и у некоторых особо любознательных появляются вопросы так ли это и точно ли зайчик побегайчик или все-таки трусишка еще тот так давайте же пробежимся вместе с ним и узнаем как он живет и что делает традиционно многие привыкли считать зайцев грузунами между тем как эти животные выделены в отдельный отряд зайцеобразных в мире насчитывается 32 вида зайцев их ближайшими родственниками являются пищухи и кролики они обитают на всех континентов кроме антарктиды до недавнего времени их не было и в австралии но человек подумал что чего-то не хватает и там появились и кролики и зайцы да и не только они ах да и давайте разберем где зайца где кролик почему бы и нет так вот первое это масса кролики поменьше домашний вход не идут те обжоры могут и до десятки свободно набрать лапы и уши у кроликов короче чем у зайцев заметные различия в поведении кролики роют норы и держится в основном вокруг них а зайцы не имеют постоянных убежищ и кочуют по обширной территории крольчата рождаются голыми и слепыми а зайчата зрячими и в шерстке и довольно самостоятельными а вот с грызунами их сближает способ питания и внешнее сходство также как и грузуны зайцы преимущественно травоядные животные питающиеся преимущественно грубой пищи хотя если совсем голодно могут зачавкать и куропатку летом основой их рациона составляет трава зимой они вынуждены питаться ветками и корой у зайцев полностью отсутствуют клыки зато быстро стирающиеся резцы растут непрерывно всю жизнь но есть у зайцев и отличительные особенности пищеварительная система этих животных устроена таким образом что они могут извлекать все питательные вещества без остатка в отличие от грузунов у зайцев не бывает каких-либо жилищ они не роют норы и не делают никаких других укрытий но эти животные имеют постоянные участки обитания которые покидают только в голодный год при массовой миграции в отношении жилища зайцы вечные странники ночующие под любым маломальски удобным кустом у нас наиболее известны два вида зайцев беляк и русак свои названия не получили из-за разницы в окраске беляк в зимнее время имеет чисто белый окрас только кончики ушей остаются черными русак весь год выглядит примерно одинаково пестровато бурой окраски связано это с тем что беляк это житель северных регионов заселяет в основном тайгу и тундру зимой на фоне сплошного снежного покрова белый мех отлично маскирует зайца беляка русак предпочитает южные регионы где особенно активно заселяет степь и опушки леса с густой травой зимой в зарослях сорняков его бурая спинка почти не видна принято считать что зайцы это жители исключительно средней полосы но среди них можно встретить обитателей пустынь саванн и даже джунглей палевый мех зайца талая делает его незаметным на фоне песка в пустыне заяц и кактусы совсем не фантастика а обычное явление в пустынях калифорнии и канзаса это чернохвост или калифорнийский заяц а вовсе не представитель кроликов которые тоже широко распространены в америке но есть еще более экзотические виды зайцев например у тибетского курчавого зайца шерсть вьющиеся у полосатого зайца суматры тело полосатое а японский древесный заяц вообще живет на деревьях это животное ведет ночной образ жизни кормится на невысоких ветках деревьев а потомство выводит в дуплах кстати японский древесный заяц обитает только на острове реку и является исчезающим видом все виды зайцев не очень большие их отличительной особенностью является длинные уши и хорошо развитые задние ноги уши у них в среднем длиннее чем у кроликов но могут сильно различаться по размерам у зайца беляка самые короткие уши это приспособление к жизни в суровых условиях актики у русака они длиннее а у чернохвостого зайца обитающего в пустынях северной америки просто огромные такие длинные уши необходимы ему для охлаждения в жарком климате кровь проходя через тонкие широкие ушные раковины отдает тепло и охлаждает тело чернохвостого зайца но что умеют почти все зайцы так это быстро бегать если хорошо разгонится они могут развивать скорость до 50 километров в час а кто-то может и быстрее во время бега заяц может совершать длинные прыжки и довольно резко менять направление движения такая маневренность помогает спастись от быстроногих хищников а вот у зайца беляка подошвы лап особенно широкие такие снегоступы позволяют зайцу беляку быстро бегать даже по глубокому снегу впрочем даже пойманный заяц отнюдь не так безобиден как его обычно описывают при поимке он способен наносить сильнейшие удары задними ногами известны случаи когда раненый заяц наносил серьезные травмы охотничьим собакам и самим людям скорость не единственное оружие зайца эти животные умеют отлично путать следы чтобы сбить с толку преследователя заяц который идет на лёжку сначала делают круг сметочку выходит на свой собственный след а затем резким длинным прыжком уходит в бок где и залегает на отдых потовые железы у зайцев преимущественно находится на подошвах лап поэтому неподвижный заяц практически не имеет запаха при приближении опасности заяц затаивается и остается неподвижным до тех пор пока опасность не минует затаившийся заяц обладает геройской выдержкой и может подпустить хищника на близкое расстояние и только если пассивная защита не сработала он пускается в бегство кстати зайцы практически безголосые животные по всеведневной жизни даже в брачный период они не издают никаких звуков предпочитая обходиться другими способами сигнализации а вот пойманный заяц в минуту смерти способен громко кричать крик раненого зайчика по звучанию похож на крик младенца в брачный период зайцы общаются с помощью барабанной дроби быстрых ударах передними лапами об землю этот призыв слышен на большом расстоянии так что зайцы барабанщики существуют не только в виде игрушек встретившись самцы устраивают драки которые сопровождаются высокими прыжками и другими чудесами акробатики все виды зайцев по природе своей очень плодовиты они приносят потомство 35 раз в год в одном помете бывает несколько детенышей зайчата рождаются развитыми зрячими но первые несколько дней избегают двигаться затаившись в укромном месте уникальная особенностью зайцев является то что они бросают свое потомство на произвол судьбы уже через несколько часов после родов новорожденные зайчата единожды накормленные матерью остаются сидеть под кустом но гибель от голода и может и не грозить дело в том что зайчихи приносят потомство практически одновременно и любая самка наткнувшись на голодных зайчат накормит их молоком это способствует выживанию потомство потому что зайчат и в отличие от взрослых не имеют запаха таким образом отсутствие матери рядом с детенышами делает их незаметными для врагов а естественных врагов у зайцев много на них охотятся лиси цирры си волки койоты совы орлы и другие хищные птицы заяц издавна был излюбленным объектом охоты и человека его добывают ради мяса и меха но среди множества опасностей зайцы выживают в основном благодаря своей ловкости скорости и плодовитости спасибо что посмотрели этот ролик подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля с вами был яблитый